В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Акция Лес Победы, статовавшая в начале мая в Ленинском городском округе, продолжается. Во-первых, они свежий воздух дадут. Хоть немножко вот эта пыль будет загорожена. Все. И красота такая. Почему жильцы дома номер 16 поселка совхоза имени Ленина против замены труб горячего и холодного водоснабжения? Большинство жителей считает, что придут, сейчас все сломают, разрушат и в общем будут потом они жить в этом хаосе и разрухе. В Видном прошел благотворительный вечер, направленный на сбор средств для маленькой Софии Самсоновой, которая борется с онкозаболеванием. Мы уже собрали больше двух миллионов рублей. И вот хвостик сбора, там порядка 500 тысяч, нам осталось собрать. В Ленинском городском округе продолжается областная акция Лес Победы. На этот раз высадка деревьев была приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. На одной из улиц города Видное воспитанники детского сада «Радуга» вместе с взрослыми посадили саженцы каштана. Помогала им и наш корреспондент Юлия Погосян. Экологическая акция Лес Победы добралась и до старой части города Видное. По запросу активистов 52-го дома по Советской улице здесь высадили саженцы каштана. Их любезно предоставили воспитатели детского сада «Радуга». В рамках проекта «Мы помним и гордимся», мы давно уже с Обросимовой Надеждой Николаевной занялись таким вот процессом высаживания саженцев каштанов. Мы сажали сначала самые маленькие такие орешки с этих каштанов, проращивали их в группе при комнатной температуре, поливали. А потом уже, когда они подросли, конечно, пересадили в открытый грунт и тоже не забыли, продолжили поливать, подрыхлять землю вместе с детьми, конечно же. И родители нам в этом помогали. Но саженцев для одного детского сада оказалось очень много, поэтому воспитатели и начали дарить их жителям Видного в знак своей любви к родному краю и в память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Во-первых, они свежий воздух дадут, хоть немножко вот эта пыль будет загорожена, все. И красота какая. Каштаны, они вообще очень красивые. Так что огромное спасибо, огромное. И такие большие деревья мы даже просто не ожидали. Около пяти лет эти саженцы росли на территории детского сада «Радуга». Сегодня их ровесники, воспитанники дошкольного учреждения, помогают взрослым сажать деревья. Я поливал деревья, сажал деревья, еще воду наполнял. Ты силач просто. Да, территория вокруг 52-го дома и без того зеленая. Но дотошные жители считают, даже деревьям необходимо обновление. Старые сухие срезать, молодые сажать. О том, насколько хорошо активисты следят за прилегающей территорией, можно понять, взглянув на палисадники. Он действительно бросается в глаза, и это действительно говорит о том, что жители любят свой двор и ухаживают за ним. В этот раз акцию «Лес Победы» приурочили к празднованию Международного дня защиты детей. Участие в таком большом взрослом проекте дает серьезный повод мальчишкам, воспитанникам детского сада, теперь с гордостью говорить, что одно важное дело в жизни каждого мужчины они уже выполнили – деревья посадили. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. С благими намерениями пришли представители подрядной организации к жильцам дома номер 16 поселка совхоза имени Ленина. Они хотят поменять в здании все трубы горячего и холодного водоснабжения. Работы будут вестись за счет средств фонда капитального ремонта Московской области. Но отклика у граждан подрядчики не нашли. Многие категорически отказались от замены труб. Причины у всех свои. Хотите, чтобы проводились эти работы? Эти работы нет. Просто послушайте, пожалуйста, нельзя отказаться от этих работ и делать другие работы. Вы фактически эти деньги уже выделили для проведения этих работ. Они просто обратно выйдут в общий котел и работы производиться не будут. Депутат Совета депутатов округа Марии Гаевской в очередной раз подробно и терпеливо старается объяснить жильцам дома номер 16 поселка совхоза имени Ленина ситуацию с ремонтом. Казалось бы, во всем доме поменяют трубы водоснабжения и отопления, батареи, полотенцесушители. За работы платить ничего не нужно. Живи, радуйся, дожди мастеров. Но не тут-то было. Зачем все это менять, когда не все хорошее и не работает хорошо? У всего есть срок службы. И даже у батареи и у инженерных коммуникаций тоже. Многие из тех, кто пришел сегодня на встречу, живут в этом доме со дня его сдачи в 1989 году. Срок службы коммуникации вышел и фонд капитального ремонта Московской области выделил деньги на их замену. Но люди опасаются, что после проведения работ придется подчищать недочеты уже за рабочими. Большинство жителей считает, что придут, сейчас все сломают, разрушат и, в общем, будут потом они жить в этом хаосе и разрухе. Все, конечно, не так. Сейчас подрядчик объясняет, как будут аккуратно снимать натяжные потолки, как будут правильно менять трубы, будут менять батареи, что немаловажно. Сегодня мы узнали, что будут менять также и полотенцесушители. Опасения людей понятны. Обслуживанием дома занимается управляющая компания ЗАО «Совхоз» имени Ленина Плюс. Хотя слово «занимается» многие жители считают преувеличенным. От граждан постоянно поступают жалобы на содержание дома, в том числе и на портал Добродел. Представитель подрядной организации показал элементы труб и батареи, которые будут устанавливаться в квартирах, рассказал об их качестве и пытался убедить жителей, что никаких доделок после проведения работ проводить не нужно. На самом деле ремонта нет после ремонта. Определенный восстановительный ремонт предосмотрен уже в смете. Обычно нет таких разрушений после замены батареи, стояков. В конце встречи было решено зафиксировать мнение по поводу ремонта каждого присутствующего. Но поскольку в доме почти 170 квартир, а жителей собралось не больше 50, также было принято решение совершить поквартирный обход. Прежде всего с целью разъяснения, какие будут проводиться работы. Спокойно объяснить, даже принести в конце концов эти трубы. Вот пластик вот такой, и к ним можно даже инструкции, сколько срок годности этой трубы, сколько срок годности этой трубы или эксплуатации в конце концов. Вот только тогда люди могут дать согласие. Общая площадь дома почти 17 тысяч квадратных метров. Если за замену труб проголосуют больше 50% жильцов, ремонт состоится и продлится он около трех месяцев. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась выставка «Мир глазами детей». На ней представлены работы воспитанников фотостудии «Инициатива» муниципального бюджетного учреждения «Энергия». Посмотреть, каким видит окружающий мир подрастающее поколение, отправилась наша съемочная группа. Владимир Панов, руководитель детской студии «Инициатива», рассказывает, что выбирать фотографии для выставки было непросто. Дети подготовили более ста работ. Отбор фотографий осуществлялся, конечно, непросто, потому что работ у наших воспитанников достаточно много. И тематика самая различная. Мы с Ольгой Александровной, руководителем выставочного отдела, много думали, смотрели, чтобы эту тематику отобрать. А потом пришли к выводу, что то, что было интересно детям, фотографии, которые им были интересны, мы их и отобрали. Идея организовать выставку работ юных жителей нашего города принадлежит сотрудникам историко-культурного центра. Это уже вторая по счету экспозиция воспитанников фотостудии в сквере «Юность». На первом стенде у нас представлены работы. Дети показывают своих сверстников, как они гуляют, как они отмечают праздники, спортивные соревнования. На втором стенде дети показывают свой город, его природу. Третий стенд посвящен братьям меньшим. И четвертый стенд посвящен путешествиям. То есть дети ездили в путешествия, делали свои фотографии. Вероника Пузанова занимается фотоискусством уже почти два года. В будущем свою жизнь хочет связать именно с этой профессией. Было интересно, когда мы ходили в парк Тихому. Мы там фотографировали пейзаж, людей. На экспозиции можно найти несколько фоторабот первокурсника Университета геодезии и картографии Дмитрия Юдина. Юноша уже пять лет занимается в студии «Инициатива». Сейчас у студента меньше возможности посещать занятия. Но он всегда принимает активное участие в творческой жизни студии. Больше мне нравится фотографировать природу, сооружение. Ну, может быть, не знаю, людей реже фотографирую. В основном природу. У меня есть примеры работы из Царицинского парка. Там тоже большее сочетание именно природы с какими-то декорациями. К примеру, я люблю фотографировать фонари. Всего на выставке представлено 56 детских фотографий. Посмотреть, каким видит мир подрастающее поколение, можно до 16 июня. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. В ВИДНОМ прошел благотворительный вечер, направленный на сбор средств для маленькой Софии Самсоновой, которая борется с онкозаболеванием. О том, что вместе мы с силой и шанс есть всегда, наш следующий материал. Софии Самсоновой из Санкт-Петербурга всего три года. Но за детскими плечами уже несколько курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга, удаление надпочечников. Диагноз грозная нейробластома четвертой стадии. Сейчас малышке требуется иммунотерапия дорогостоящими препаратами. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Искорки добра». Мы уже собрали больше двух миллионов рублей. И вот хвостик сбора, там порядка 500 тысяч, нам осталось собрать. Деньги на лекарства требуются уже совсем скоро. И в нашем городе организовали благотворительный концерт, идея которого принадлежит волонтеру фонда «Видновчанке Миле Силе». Все собранные за вечер деньги будут переведены в пользу Софии. Меня отронуло то, что она хочет жить. Это прямо видно. Дети, они хоть и маленькие, но по ним уже видно, по глазам, что они борются. Второй момент, ну, конечно, родители, как они любят и борются за это. И третье, наверное, то, что она девочка. Девочкам как-то такое нежное отношение. Захотелось ей помочь очень. И действительно, на встрече ощущалась настоящая атмосфера добра и самых искренних чувств. В зале собрались неравнодушные люди, пришли целыми семьями. Ведь вместе мы – сила. Чужих детей не бывает все своим. Мы пришли сюда, чтобы Сонечка выздоровела и все другие подопечные, также, которые нуждаются в нашей помощи, помочь, поддержать, чтобы они были здоровы. Привет, Соня! Я тебе желаю, чтобы ты выздоровела. Для музыкантов принять участие в благотворительном концерте – волнительно вдвойне. Каждая такая встреча, она может принести, ну, не новую, а сохранить жизнь, которая дана была Богом. И сделать счастливым не только человека, который попал в трудные ситуации, но и его близких, родных, родственников – это гораздо больше, чем спасение одного человека. Помочь маленькой Софии справиться с серьезной болезнью может каждый из нас. Для этого достаточно зайти на сайт благотворительного фонда «Искорки добра» и сделать пожертвование. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. День защиты детей отмечали в разных точках городского округа. На одном из мероприятий, организованном Торгово-промышленной палатой и муниципалитета, побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Вечером 1 июня в одном из дворов по проспекту Ленинского комсомола было шумно. Здесь для местных жителей провели праздничную программу по случаю Дня защиты детей. Организатором мероприятия выступил председатель Торгово-промышленной палаты и муниципальный депутат Владислав Рымша. День защиты детей. И мы сегодня решили во дворе домов по улице ПЛК-772 провести такое замечательное мероприятие с участием МБУ, с участием клоуна Алекса, для того, чтобы порадовать наших детишек с этим замечательным праздником. Главных героев праздника развлекал клоун Алекс. Вместе с ним ребята танцевали, рисовали на асфальте, участвовали в веселых стартах и викторинах. Перед собравшимися выступили местные артисты, а также все желающие могли принять участие в мастер-классах. Клуб исторического фехтования «Цитадель» представил на своей площадке выставку старинного оружия. Здесь представлены образцы вооружения, макеты вооружения от раннесредневековых образцов, так называемых каролинков, вплоть до шашек образца 20 века. Рядом воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» приглашали поучаствовать в поисках спрятанного предмета с помощью металлоискателя. Те, кому больше по душе рукоделия, тоже смогли найти себе занятия. Например, за столом студии иностранных языков. Мы с ребятами делаем «Дерево мира» на английском языке, чтобы они поняли, что это не так сложно, и можно понять другого человека. Даже выучив несколько слов, пытаемся, чтобы они начали коммуникацию. Пока дети играли и развлекались, взрослые благодарили организаторов мероприятия. Очень весело, интересно. Все очень хорошо, молодцы. Почаще таких организовывать. Детям весело, нравится. Очень хороший подход к детям, я считаю. Самое главное, тем более такой праздник сегодня. Поэтому спасибо большое за такой праздник. По завершении праздника детям подарили воздушные шары. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.